Всем здравствуйте, ребята! Сегодня я вам покажу две каточки, сыгранные за Фреддика через палеточки вот с таким вот билдом и через лужи вот с таким вот билдиком. Приятного просмотра! Чуть-чуть промазал по наеду, но это наед. Так, ну что ж, палеточный Фреддик. Специально ставить для него нужно карту, если что. На обычных картах все-таки палеточный Фреддосик не очень хорошо себя показывает. Вот, ну и поехали. Просто бегаешь, расставляешь со старта палеты. В идеале, конечно, надо бы выйти на сурков. Да, я проверю туалет сначала. Значит, там вдали всегда появляются как можно дальше от вас сурвы. О-о-о! А куда я ушел? Блин, у него уязвимость. А, ладно. Палету здесь оставим. Фредд, я иду за тобой. Просто на... не знаю, на расслабоне как-то. Раздаем хиты, фармим палеточки, подставляемся под палеточки и даем хитули. В целом, расчет, наверное, такой. Баланс. А-а-а, блин, он не увидел. Окей. Такс. Уже все спят. То есть, все видят наши фейковые палеты. Да, проблема этого фреддоса в том, что если челы юзают будильники, то довольно-таки тяжело играется. Не-не-не. Но будильник всегда спавнится как можно дальше от сурва нужный будильник. Поэтому не все бегут и пытаются проснуться. Так, сейчас, секундочку. Ага. Вот, если против Фреддик юзают будильники, довольно-таки тяжело играется, потому что в таком случае вы играете просто без какой-либо... Чел, как будто шкафчик залез. Без какой-либо помощи, без обилки. Это тяжеловато. Но рано или поздно они все равно уснут. И плюс у вас на то, чтобы нормально отыграть, остаются перки. Генчик нужно откатить. Он тут остался. Угу. Хорошо. Ага, сразу скинул. А, здесь тоже палета. Хорошо. Вот этот вот засранец мне палетки тут ломает ходит. Посмотри на него. Давай откатим и полетим вверх. Такой. Фейк неплохой. Угу. Он не спит? Палета эти не видит? Не хотел добивания тратить. Так. Пойдет. Просто не боимся подставляться под палета. Это, наверное, основа этого билда. Молодец. И как же... О, они... Перепутал. Как же они хотят этот генчик дочинить? Если что, я еще перепутал телепорты. Кажется, в шкафу кто-то есть. Нет, хорошо. Ладно. Вообще никого. Даже грустненько немного. И бежать некуда здесь. Все палеты фейковые. Да, да, да. Да, да. И самое классное, самое классное, что... Ха-ха-ха-ха. Крысюка сидит. А я что-то слышу. Генератор вроде как это. Больше заводиться стал по времени. Еще один. Они что, прикалываются здесь все бегать? Еще один. Фейкуем. Блин, забивание из расхода у вас. Ну ладно. В целом без разницы. Уже карточка у нас. Они ничего сделать здесь не могут. Да? Ну это палеточный Фрейдик. Видел, что он наверх поднимается. То есть в какой области мы играем, там мы палетки и ставим. В целом это вся суть такого Фридоса. Пожалуйста. По сути ничего сложного. Хренец. Одна все-таки проблемка есть. Это чтобы те карты не перебили. Больше проблем нет. Основа. Главное, чтобы вам не перебили карты. Ого. А, все сдается? Ну бывает. Ну бывает. Против Фридоса бы сдаваться, конечно, да. Как обыгрывать такого Фрейдика? Стараться придропать палеты. Придропать палеты зачастую такой Фрейдик не берет кисточку. То есть, или какой там адончик, чтобы сурикаты не просыпались, да? Этот адончик он не берет. А что мне по этому хитовать? Понял, без огласки. Зачастую не берет... Ну, вроде кисточка, да? Чтобы чел не просыпался. О-о-о. Зато послепил. Поэтому можно ломать генераторы. Взрывать генератор, чтобы просыпаться, видеть палеты. Стараться придропать палеты. Запоминать, где палеты находятся, пока вы находитесь не во сне, да? То есть, это может помочь против такого Фрейдика на этой карте, тем более. Специально ее выбираю, потому что здесь огромное количество палет. Какой-нибудь РПД уже не так... Не так интересно смотрится по сравнению с Гидоном все же. Хорошо еще смотрится лаборатория. Но лаборатория мне как-то, не знаю... Несколько игр не заходит, потому что на ней сурвы в целом сливаются против любого мана. Они как будто бы... Может, карту не знают. Может, еще в чем-то проблемы. Я точно... Ну, честно говоря, не знаю. Я успею? А прыгнул бы он быстро, я бы не успел, кстати говоря. Добивание тоже хорошо все-таки заходит сюда. На самом деле, можно даже убрать... Сверепую гордыню. И вместо гордыни взять перк Чаки. Либо убрать добивание, вместо добивания взять перк Чаки. То есть, при оглушении, когда срабатывает ярость духа, вы получаете... Ну, сурв получает ослепление, и вы быстро приходите в себя, и он у вас франшотный. Это тоже довольно-таки хорошая связочка. Я бы даже сказал, это очень хорошая связочка. Не понимаю вообще, где я. Сейчас сюда полечу. Может, подсветит? Нет. Здесь знаете, что мне еще нравится на таком фредосе? Ты двигаешься, вот ты передвигаешься по карте, и считай палетки, ты ставишь практически моментально. То есть, у тебя... Блин, я не знаю, как это правильно объяснить. Честно. Будто волна идет за тобой из палет. Вот. Это глупо, наверное, звучит. Но это прикольно. То есть, ты идешь, и все палетки рядом, как будто бы прям сами ставят. Но это круто. Не знаю. В моем понимании, да, это вообще огонь. Так, куда ты пошел? Ах, засранец. Хорошо сделал. Потом придропнул мне... Ну, я думал, что я успею. Я не успел. Он придропнул, но мне пришлось ломать. И последующие палеты ему также нужно придропать, чтобы успеть. Ай, засранец. Я думал, получится. Так, ну давай пока. Проверим генеруктеры другие. А все, они сдались. Они ничего не чинят вообще. Ну, вообще ничего не чинят. Ну, вот кого-то видим. Поехали за ним. А, ну и также... Во, видите, придроп палет. Это может спасти, но ненадолго. Ага. Делаем неожиданно ему... О-о-о-о. На, скидывай. Здесь ничего не осталось. Ну, скинь эту. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И, кстати, выченили в итоге генчик-то один. Так. Ни в коем случае мы не топтались на персонажа. Мы просто... Пытаюсь поставить палету. Все, минус. Поехали дальше. О-о-о. Вот, на самом деле, мне не очень нравится, вот, когда игра превращается, вот, в подобное. То есть, ты большую часть игры... Сейчас, секундочку. Ага. Большую часть игры происходит какой-то движ, ты постоянно перетягиваешься, постоянные погони, а потом ты просто начинаешь искать. Это как-то... Больше подбешивает, наверное. Это было очевидно, чувак. И... Теперь ты в эту область, да, пришел? Я же говорю, что это было очевидно. Кстати, они один генератор за два дали. Да, с помощью бага. Или мне показалось. Или они успели все вычинить. Ну, я что-то сомневаюсь, что они успели все вычинить. Ну, у меня тут два варианта. Он дочинил ген здесь сверху, мог пойти на ворот, а мог пойти люк искать. К сожалению, мне все это не зачекать. Но следы вели сюда. Сейчас будет очень плохо, если он прям на люк выбежит. Ладно. Давай, кто раньше найдет. Но он пошел в область, люк спаунется чаще. Ага. Я слышал люк. Неужели моя ошибка? Нет. Все. Хватит. Если бы он услышал люк, он бы спокойно мог выйти. Но... Нет. Просто нет. Так, ну до крючка мы его дотянем, дотянем. Неплохо. Если бы я его, кстати, там не нашел, он бы спокойно открыл ворота и вышел. Но за счет бага, опять-таки за счет бага, в противном случае, мы бы с ним просто были на первом этаже искать люк. Он бы не пошел сразу к воротам. Хотя... Этих срубов иногда не поймешь. Ге-ге. 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 Без огласки, без огласки. А у этой зарины везение, железка, легковес, легкоступ. Нифига себе. И здесь без огласки. А, так это 4 зарины вообще было. Я только понял, нифига себе. Окей. Такс, ну что ж. В этот раз мы играем от луж Фреддика, а не палеточек. И поехали. Я периодически их просто ставлю рандомно, я честно скажу. То есть, например, так, да. Вот так. Просто дабы получить какой-то бонус очков. Вот. Сразу выбиваем палеточку, скорее всего. Если нет, то это хит. А это так, хит. Серьезно? Это хит плюс замедло. Смотри. Поняли? Работает идеально. Окей. Сюда. На таком Фреддике главное в первую очередь, если вы хотите играть через обилку, да, а не просто бегать, вам просто обязательно, еще раз, обязательно отыгрывать от генератора в плане брать что-то на откат. Вот. Также обязательно, чтобы челики спали. То есть, вы даете хит, а после только используете лужу. Блин, здесь такой горячий генчик. Ой-ой-ой-ой-ой! Прямо на меня выбегает. Ты посмотри. Может, он специально это сделал, кстати, как вариант. Насчет специально сделаю, я имел в виду, чтобы он меня отвел подальше, а второй чувачок зачинил генератор. Но он просто не ожидал, так как повес был с другой стороны, и я оказался позади него. Оставим одну здесь, если случаем, если он развернется. Он куда-то прямо бежит. Слушайте, вообще бесполетная зона. Это круто. Это нам очень сильно повезло. Очень сильно повезло. Так, поехали. Вот эти странные, кстати, конструкции добавленные. Но в них тоже можно манчить, как выяснилось. Не так давно попались с Вескером. Так, ну и продолжаем. Просто откатом. Чего он крикнул? Видим. Ставлю сразу сюда, на случай, если здесь будем пытаться оббегать. Вот, видим, на ико. Третий генчик видим. нельзя упускать. Ошибка, друг. Надо было в окно. Хотя, если бы он прыгнул в окно, я бы его и там достал. Тащим его наверх. Так же вешаем, откатываем генщик. Я не знаю, это идеальная какая-то катка идет. Здесь идеально все. Так же смотрите, сейчас двое не спят, один спит. Ставим лужу сюда, чтобы понимать, когда кто будет подниматься сразу, да. В идеале нам, конечно, пойти за Юи, а не за вот этим чувачком. Давайте просто откатим. Хочу с этой стороны пойти. Сейчас он вернется, услышит террор, подумает. А, нет. Он не видит меня. Он реально меня не видит, потому что я опять телепортировался, ему заспал. Чела сняли, кстати говоря. Че здесь? Есть конструкции-то с палетками? Вообще нет! Просто... Я даже... Я даже не знаю, где вставлять эту катку. Нет, вверх, да, зачем я? Да, грустно. Я реально не знаю, где вставлять эту катку. Нет, ну... Это что? Вон они наверху лечатся. Ставим одну сюда. Ага. Запалилась. Идем сюда. Не остановили ген, это жалко. Чертик бы сюда очень пригодился. И вот, наконец-то, мы доходим до стандартной конструкции, где, поставив одну фейковую... А, он скидывает сразу. Да, блин! Хотел сказать, где поставив одну лужу, а не фейковую доску, да, мы просто закрываем сурва. Но он сейчас тоже придропнет. Он не успевает никуда. Какая-то конструкция... Ха-ха! Блин, я не знаю! А мне так в первый раз, наверное, повезло. У них нет палет на карте. Сколько? Штучек шесть? Не пробью. Реально, сколько палет на карте? Мне даже интересно стало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Я семь палет на карте только видел, ребят. Так. Восемь. Чинят. Ага. Запутался. Опять чинит. Не, ну ты все, чувак, ты отъезжаешь. Там гибкость, не гибкость, прыгай, не прыгай, ты отъезжаешь. За медло ставим на случай, если он перепрыгнет. Раз за медло срабатывает, два за медло. Хитули, и он под за медлом еще чуть отбегает. У него остается только хижина, хижина, которая без палеты. Ставим сюда такую штучку. Фейканул. А я даже не смотрел. Сюда. Ладно, пока что очень, говорю, интересно получается. О, зеленый символ лутает, неплохо. По заданиям ребята бегают. Но минус один мы уже имеем. так. Сейчас проблема в том, что за счет бага, если чувачок выйдет, они могут сразу дать два гена. И мы, скорее всего, окажемся в затруднительном положении. Ну, у нас есть на этот случай наедик. Сидит, чинит, смотри на него. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А там лужа, интересно, осталась у меня? Сейчас посмотрим. Да, осталась. Все, да. Даже ломать не буду, она бесполезная, палеточек. В ней можно хорошо обыдывать, но мало кто это может сделать. Сиди, чинит. Да, чел ливнул. Поэтому, возможно, мне сейчас дадут два гена за раз. Отвратительно. Надеюсь, что этот баг вообще скоро пофиксят. Не фиксят, потому что не могут запретить чинить генераторы. И в такой ситуации я вынужден контролировать четыре генератора, которые разбросаны очень далеко по карте. Хижина. Дерьмо, долго откатывается. Было бы трое во сне, откатывалось бы быстрее. Да ладно, втроем сели на генчик, что ли. Не надо, ребята. Не надо. Ну, пожалуйста. Нет, лечились. Да на. Угу. Очевидно было, что один здесь сидит. Гибкость. Генчик, скорее всего, ли он сейчас сидит? Не только ли он? Ошибку допускает она. И из-за нее генчик сейчас не будет дочином. Нет. 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 Нужно было проверить. Блин, хижину надо идти проверять теперь. О, нет. Вот ли он. Все. Окей. Окей, друг. Даже не видит меня, не смотрит в мою сторону, потому что я использовал телепорт. И он слышал, как чуть-чуть террор, да? Так же он чуть-чуть террор и продолжал слышать. А он бежит без палет. Нет, одна палета там есть. Окей. Одна. Но ты не успеешь. Ты не успеешь. Угу. Да-да, я эти палеты научился обыгрывать. Хорошо все. В общем, Фредди, что с лужами, что безумие? Что через этот, через палеточки? Нормально играется? Не знаю. Абсолютно нормально. Сейчас немножечко даже поддушивать начинаю в плане... А, ну все. Вот. Поддушивать начинаю в плане, что мне нужно постоянно чекать генераторы. Да, то есть я хожу, получается, от такого здорового квадрата потому что если они вычинят один ген, все. До свидания. Да ладно. Нейка же сдалась. Мина, если он хижину пошел чинить. Хижину чини... Чинилась хижина, пока мы умерли. Поставили два замедла. Не успеем пробить. Хотя нет, наверное, успевали бы. Это ее ускорение, если что, под замедлом было. А, ну или нет. Не знаю. Наверное, нет. Так. Спугнули немножечко, если он там был. И повесик. Дочинил дальний ген. Слушай, это плохо. Ну вот, видите, он один дочинил и сразу два гена далось. Даже двое не смотрят. Дали бы даже три гена сразу. Отвратительно. Но он не проснулся. И с последнего раза, когда я смотрел, да, Фредди теперь может делать так. У меня остались генераторы, на которые я могу телепортироваться. И он ушел в люк. Да елы-палы. Несправедливо. Несправедливо. А, линчин на трех родных у него не было ускорения никакого. Понятненько. Ну и она ставила медальон, кстати. Что у них тут было? Устойчивость, железка, нянька, осколок. Какие-то такие у меня получились карточки за Фредоса. А если ты хочешь еще больше видеть карточек за разных манов, ты также за Сровов, обязательно заходи на мой твич. Спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!